Теперь давайте наполним страницу «Контакты». Для этого переходим, находясь на странице «Контакты», кликаем «Редактировать страницу». Нам нужно добавить сначала заголовок. Выбираем «Добавить блок» и выбираем «Заголовок». Здесь нужно ввести заголовок «Как с нами связаться». И вот здесь, видите, есть выравнивание. Выбираем «По центру», выделяем «Жирный», делаем. И справа, находясь на вкладке «Блок», «Настройки цвета», выбираем «Цвет текста черный». Отлично. Теперь нужно добавить нам карту. У вас в описании... Теперь нам нужно добавить первую таблицу с контактами. Конечно, можно создавать таблицу вручную, каждую выравнивать ячейку. Но я вам здесь предлагаю сделать все намного проще. Для добавления контактов у вас в описании есть ссылка на инструкцию. Называется «Добавление контактов». Как-то так бы называться, короче. Вы открываете ее и копируете весь имеющийся там код. Давайте я вам покажу. Вот он этот код. Что тут делать? Вам нужно выделено вот с этими цветами все, что вы должны поменять на свои данные. Вот сюда выводите ваш номер телефона. А вот сюда выводите ваш тот же номер телефона, но уже в формате плюс 7. Это нужна ссылка. Вот видите, здесь есть параметр «Ltel». Это нужно для того, чтобы клиент кликнув по этому номеру телефона, находясь, если он просматривает ваш сайт с мобильного устройства, он мог сразу автоматически набрать вас. То же самое с почтой. То же самое. Вот сюда вашу почту вставляете, а сюда, где mail, то двоеточие. Оставляете также свою почту. Это нужно для того, чтобы при клике по этой ссылке он переадресовался на свой почтовый сервис и автоматически формировалось вам письмо. И внизу вот оранжевым выделено место, куда вы должны ввести свой реальный адрес. Остальное, в принципе, вы не трогаете, если вам нужно добавить... Если вы хотите добавить новый какой-то еще одно поле, то, например, сейчас я вам подскажу. Вот TD Style. Получается, да? Вот. Это одна строка. Раз. Видите? Вторая строка. Третья строка. И закрывается тело. Это тело таблицы. Это сама таблица. И поможете вручную добавлять. Ну, я сейчас вам покажу. Беремте. Копируйте код. Возвращаемся на нашу страницу. Плюс. Добавляем классический параграф. Шесть... Значит, три точки. Редактировать как HTML. Ставим курсор. Вставляем. Три точки. Редактировать визуально. Возвращаемся. Пожалуйста, таблица готова. Ну, вот только вот эту надо. Точку запятую брать. Все. Пожалуйста. Все готово. Если вы решите вручную это все делать, то просто смотрите. Добавлю сейчас. Для примера добавлю классический параграф. Здесь вставить. Да? Таблица. Выбираете таблицу. То есть мы выбираем три столбца. Два столбца. И три строки. Вот. Смотрите. Вот она таблица. Также все вводите. Для того, чтобы сделать, выделить вот этими границами, то таблица, то есть сделать видимые вот эти границы ячеек. Свойства таблицы. Здесь ставите рамку толщину 1 или 2. Толщина рамки. Дополнительно цвет границы сделаете черный. Вот сюда, да? И окей. Окей. И видите, вот она встала. И сюда вводите уже информацию. Но фишка в том, что вот эти иконки можно взять на сайте фондовесом. Будет также ссылка на этот сайт под видео. Это если вы хотите. Ну, проще вам кодом вставить. Все. Мы, кстати говоря, если вы что-то лишнее удалите, то вот отмена есть. Ну, это как подобно верту, да? То же самое. Отменить шаг. Обновляем. Теперь по той же системе нам нужно добавить вот такую таблицу с реквизитами. Также в описании к этому видео будет ссылка на инструкцию добавления реквизитов. То же самое копируем. Я сейчас копирую с демонстрационного сайта. Здесь также добавляем заголовок сначала. Да? Реквизиты. По центру. Делаем жирный. Цвет текста черный. И добавляем классический параграф. Выходим на редактировать как HTML. Ставим курсор. Ставим... Так, минутку. Итак. Вставляем скопированный код. Возвращаемся в редактировать визуально. И, пожалуйста. Только еще тут можно двоеточие поставить. Ну, насколько это важно. Не знаю. Обновляем. Сохраняем изменения. Кликнув обновить. И теперь нам нужно еще вставить заголовок. Получается, вот. У вас вопросы по центру. Кстати говоря, блоки можно перемещать. Видите, у меня куда? Мне нужно ниже его спустить. Вот есть. Можно вверх. Можно вниз. Еще раз вниз. Вот так перемещать можно блоки. И теперь добавляем форму. Добавить блок. И можно, значит... Смотрите. Сворачиваем часто используемые. Есть элементы. Есть виджеты. Вот они. Открываем виджеты. Либо через поиск можно было найти. Впформс выбираем. И здесь выбираем нашу форму. Консультация. И все вставилось. Теперь нужно вставить вот такой слайдер. Нам нужно сделать слайдер, который будет вести нас на каталог с товарами. Во-первых, давайте сохраним изменения. И теперь нам нужно создать слайдер. Веренье слайдер. Он как слайдер. Но мы сделаем из него по факту баннер. Также я хочу рассказать вам о некоторых дополнениях к этому видео. Вот перед вами код, который мы копировали с реквизитами. И тут также, видите, выделено название строчки. То есть слева, где название. И значение. То есть NNN, вот NNN. КПП название. Вот КПП. ОГРН. Вот ОГРН приведен. И вот эти элементы вы также можете поменять на свои. Это я забыл рассказать. Вот я вам решил сделать такое дополнение.